Шесть часов вечера. Рабочий день у большинства уже позади, но не для службы судебных приставов. Этим вечером по плану они должны объехать сразу нескольких жителей города, у которых, по сведениям налоговой полиции, скопились немалые долги по различным видам налога. Визит судебных приставов домой, даже по мнению самих сотрудников этой службы, не самый радостный момент. И ожидать от людей можно все что угодно. От ругани до драки. Мы будем надеяться, что в первую очередь нам обеспечить доступ в жилые помещения для проверки имущественного положения граждан и для возможного ареста имущества с последующей реализацией. Заходим в подъезд. Возглавляет группу сотрудник в бронежилете с наручниками, резиновой дубинкой и электрошокером. На вопрос, приходилось ли применять эти спецсредства, отвечает уклончиво. Бывает всякое. Лучше быть готовым к любому развитию событий. Случаи, когда обозленные неплательщики спускали на сотрудников собак бойцовских пород и драться лезли, не так уж и редки. По первому адресу, на который приехали судебные приставы, существенный долг по транспортному налогу. Мы в первую очередь хотим найти имущество, которое возможно описать и реализовать в пределах суммы долга. Служба судебного пристава, все имя Марию Александровну. Нас интересует Валерий Иванович Сухов. Ой, вот он здесь проживает. Я снимаю эту квартиру. Не знаю, кто такой. Я снимаю в любви, когда домой пускать не буду. Я сейчас это поставлю. Так, дожарился, да. Но ни на первом, ни на втором и даже на третьем адресе налоговой должников не оказалось. Кто-то давно не живет в квартире, ее снимают совсем другие жильцы. Кто-то просто проживает в другом городе и возвращаться не намерен. В одной из квартир нас встретила мать должника и была неприятно удивлена, что в ее дверь постучали приставы. Я ничего не буду передавать. Уже хватит сюда. Всего доброго. Вот здесь не прописано. Пожалуйста, сюда не присылайте ничего. Я уже устал передавать все его приставы. Только в одном месте приставам удалось найти самого должника. Правда, нашу съемочную группу на территории своего дома он не пустил. О чем говорил этот мужчина с приставами и каким образом будет гаситься его долг перед государством, тоже осталось для нас за кадром. Главное, по словам самих судебных приставов, должник найден, идет на контакт и даже пытается малыми суммами гасить пение и основной долг. Со стороны это может показаться спорным достижением. Но даже такой малоуспех все же лучше, чем ничего. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.